Субботним вечером Севастопольский Центр Культуры и Искусств распахнул двери для многочисленных любителей народного творчества. Залихватская русская песня встречала их прямо с порога. Многие не могли удержаться и пускались в пляс. А впереди зрителей ожидала уникальная концертная программа. На её создание фольклорный народный ансамбль «Русь» вдохновила давняя дружба со школой риторики «Равновесие» и её создателем-филологом Светланой Никитиной из Екатеринбурга. В программе, представленной публике, народная песня сочетается с рассказом о том, какую силу несёт в себе славянское слово. Русский человек говорит сердцем. И когда песенная культура словесная сливается со смысловой культурой, то, что я делаю, ну, это такое взаимообогащение, такое дополнение, а сегодня мы в этом нуждаемся. Для того, чтобы наконец-то уважать самих себя, встать с колен и гордиться собой. Любовь к родине невозможна без уважения к родному языку, а песни, созданные предками, способны передать всю глубину славянского наследия. Это и есть главная мысль, заложенная авторами в моноспектакль, получивший название «Жизнь в слове Русь». Она говорит о слове, Светлана Геннадьевна, а мы говорим и словом, и музыкой. Ведь музыка – это то чувство, которое словами не выражается, выражается звуком. Но если говорить уж совсем раньше-раньше, ещё люди не научились говорить, но они уже пели. В эти дни ансамблю «Русь» исполняется 36 лет. Все его участники поют с самого раннего возраста. И вообще наша русская песня – это то волшебное состояние души, которое всегда наполняет, даёт силы двигаться, продолжать создавать, творить. Это то, от чего получаю истинное удовольствие. Сегодня известный севастопольский коллектив и его бессменный руководитель принимают поздравления не только с днём рождения. Заслуги Петра Тимофеевича Савченкова в развитии русской культуры в нашем городе неоспоримы. А для сегодняшнего концерта есть ещё один весомый повод. Совсем недавно руководителю ансамбля «Русь» было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Без ложной скромности, скажем, наград достаточно за мою быстро протекшую жизнь, достаточно много. Но это та оценка, видимо, моего скромного труда и огромного труда моего коллектива. Труд над поиском и исполнением народных песен продолжается. Моноспектакль «Жизнь в слове Русь» стал новой весомой вехой в творчестве ансамбля. А впереди новые праздники, которые дарит севастопольским зрителям каждая встреча с теми, кто бережно хранит и передаёт современникам традиции славянского песенного творчества. Максим Давыдов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.